У граждан России заканчиваются деньги. Стремительная инфляция, доллар по сто, низкие зарплаты и пенсии. После полномасштабного вторжения России в Украину жить в стране-агрессорке стало значительно труднее. В результате народ побежал брать деньги взаймы. Закредитованность россиян достигла рекордного уровня. Обязательства граждан перед финансовыми структурами перевалили за 30 триллионов рублей. Экономическая ситуация для рядовых россиян ухудшается день и по дня. Стоимость продуктов растет, стоимость жизни растет. А то, сколько они денег зарабатывают, никак не изменяется. Соответственно, конечно, люди берут кредиты, просто чтобы свести с концами. Люди по уши в долгах. И заработала на этом экс-супруга Владимира Путина Людмила Очередная. Связанная с ней фирма CarMoney, которая выдает деньги взаймы под залог авто, по итогам 2022 года заработала 391 миллион рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю компании. Чистая прибыль финансовой структуры выросла на 66% по сравнению с мирным временем. CarMoney появилась еще в 2010 году, но начала активно развиваться после того, как ее выкупила Очередная в 2017. Заработки компании стремительно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. В первом полугодии 2022 года CarMoney заняла пятое место по объему прибыли среди микрофинансовых организаций. Кто бы мог подумать, что тихая жена российского президента окажется акулой бизнеса? Это была тень, тень Путина, которая появлялась там, где Путин должен быть, на каких-то официальных мероприятиях, где Путин должен был быть сухой. Про Людмилу Путину не было ничего практически известно. Интересно, что Очередная Путина заработанные деньги вывела на кипрский офшор, который контролируется компанией Meridian. 99% акций этой организации принадлежат бывшей первой леди Российской Федерации. Это выяснили журналисты, расследователи, издания «Можем объяснить». Чтобы прибыльная компания не попала под санкции, в конце прошлого года бывшая Путина передала свой бизнес российской организации Smart Tech Group. И хоть сейчас она не является владелицей по документам, скорее всего продолжает зарабатывать на ней деньги. Доказательством этому является то, что гендиректором нового собственника CarMoney является ее давний финансовый партнер Антон Зиновьев. Людмила Очередная вместе с ним владеет бизнесом по аренде смартфонов. Кроме того, офис CarMoney до сих пор находится в доме Волконского на Воздвиженке. Этим зданием владеет бывшая жена Путина и ее муж Артур Очередный. Этот роскошный дом не единственная недвижимость, которую имеет в собственности приближенная к Путину семья. За последние 10 лет Очередные обзавелись 450-метровой виллой на юге Франции стоимостью в 5,3 миллионов евро, 200-метровой квартирой в Давосе за 3,5 миллиона франком, двумя квартирами в Малаге общей стоимостью в более 2 миллионов евро. Это отступные. Это отступные от Путина за то, чтобы она сидела, не чирикала и не рассказывала какие-то подробности их личной жизни. Любимый способ затыкания рта у Путина, кроме собственного убийства, убивать он тоже любит, это деньги. Вот деньгами он больше всего любит затыкать рот, что, собственно, и сделал со своей бывшей женой. Следует понимать, что вся эта роскошь, которую получила Людмила Очередная после развода с президентом Российской Федерации, должна быть под санкциями. Ведь именно она была рядом с Путиным на протяжении 30 лет и стала свидетелем его превращения в настоящего диктатора. Редактор субтитров А.Семкин